Шалом-шалом! Это наша рубрика «Мудрая сторона. Каждый день» с Леви Харпатиным. Никогда не нужно забывать о цели. Эйсав предложил своему младшему брату Якову переехать в Ханаан. Однако брат вежливо отказался и сказал, «Нет, брат, лучше я буду посещать тебя со всей своей семьей на горе Сеир». И сказал он ему, «Да пребудет раб перед тобой и покажет дорогу вперед, чтобы ты не упал». Этими словами Яков намекает Эйсаву, какие изменения будут происходить с ним в эпоху Машеха. И сказал Яков, да будет Эйсав покорен в эпоху Машеха. Эйсав должен воспринимать длительное изгнание как длительное пребывание в Саире. Только тогда оно не станет для него наказанием. А наоборот, возможность исправиться только при его детальном самоанализе. И тогда оно не будет для него опасным. Благодарю за прослушивание. С вами был я, спикер платформового икра Леви Харпатин. С вами был я, спикер платформового икра Леви Харпатин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова